Всем привет, с вами Джамбо Макс, и сегодня я вам покажу геймпад, на котором я играл 4 года подряд. Вот он, мой красавец. Он стал самым первым моим геймпадом, на котором я играл на консоли Xbox One. Это один из моих любимейших геймпадов, он лимитированный, и его можно было добыть только в комплекте Day One Edition. Отличительной особенностью является серебристая крестовина и надпись Day One посередине, дабы показать, что ты купил почти в первый день. На самом деле, когда показали геймпад Xbox One, мне казалось, что как раз таки в середине что-то не хватает, и вот мне он очень понравился из-за вот этой вот надписи. Играл я на нем около 4 лет, да в принципе и сейчас продолжаю иногда на нем играть. На первый взгляд он кажется обычным, нормальным, работающим геймпадом. Да, так и есть, он рабочий, но за 4 года много что изменилось. И работает он не так идеально, как в первый год, и сейчас я расскажу, что в нем изменилось. Хоть сейчас геймпад полностью рабочий, но в первый год с ним произошла проблема. У него отказал левый стик, который отвечает за движение. Стик сам по себе нажимался вверх, и это вызывало, естественно, дискомфорт при игре. Насколько я знаю, это очень распространенная проблема геймпадов Xbox One, поэтому если у кого была такая проблема, ставь Лойс. Так как у меня не было паяльника, я не шибко люблю заморачиваться на эту тему, я просто нашел сервисный центр и отнес геймпад на ремонт. Один стик мне обошелся в 1500 рублей, я на самом деле в шоке был. Но так или иначе, стик сделали, он вполне себе рабочий, и все было супер. Единственное, когда поменяли стик, поставили механизм, который был чуть туже, чем обычный. Поэтому в первую неделю было немного дискомфортно играть, потому что левый стик, он был туговат, и к нему надо было привыкнуть. А сейчас же стик расходился до такой степени, что, мама не горюй, у него появилась нереально большая мертвая зона, из-за которой также стало дискомфортно играть. Но это образовалось спустя, наверное, около... ну где-то спустя 2 года после замены стика. То есть приличное время прошло. Если у вас произошла такая проблема, лучше просто заказать механизм с Али и припаять его самим. Подробные инструкции есть на ютубе, и в принципе каждый сможет разобраться. Если же на новых геймпадах чувствительность высокая, чуть отклонишь стик, и персонаж будет действовать, то на этом геймпаде нужно отклонять нереально много, чтобы что-то произошло. Но это, кстати, не единственная проблема стиков в этом геймпаде. За этот большой период у меня стерлись напрочь вот эти вот резинки. Если вы присмотритесь, то она просто плоская. Они стерлись до такой степени, что ребер почти не видно. Просто плоскость, просто плоскость за 4 года, но в принципе это нормально. Вот, посмотрите еще на этот стик. Вот вот вверху он полностью плоский, рёбер совершенно не видно. Если вы не поняли, что такое рёбра, это вот, так скажем, выпуклость вокруг стика. Просто взгляните на разницу. По-моему, она видна невооруженным глазом, и 4 года дают о себе знать. Также за 4 года на этом геймпаде продавилась кнопка A. Да, она все еще работает, но работает не так, как прежде. Не скажу, что она прям продавилась, но становится на прежнее место она не так, как остальные кнопки. Если вы ничего не поняли, то просто оцените по звуку. Да, создается ощущение, будто эта кнопка продавленная, но нет, она вполне себе работает и нормально играется. В других же планах геймпад сохранился офигенно. Курки, остальные кнопки, связь, коннекты и тому подобное, всё осталось на прежнем уровне. Если с этого всего делать какой-то вывод, то можно сказать, что геймпад Xbox One неплохо сохранился за 4 года. Если, конечно, не учитывать поломанный стик после первого года игры. А так в целом неплохо, и майки за качество более-менее отвечают. Кстати, кто не знает, если у вас сломался геймпад, сломалась кнопка, сломался стик, то вы можете позвонить в поддержку Xbox One. Если у вас геймпад на гарантии, то они вам без проблем его обменяют. Главное, сохраните чеки при покупке. У меня на сегодня всё. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, а также пиши, что стало с твоим первым геймпадом Xbox One. А также напиши, сколько ты на нём играешь. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»